По состоянию на 17 часов 27 апреля диагноз COVID-19 поставлен 29 гражданам. Все они работники нефтяной отрасли, трудились на Варандее. Тему продолжит моя коллега Алина Баучейская. Сигнал о том, что на Варандее ждет помощи пациент с пневмонией, поступил в Ненецкую окружную больницу 23 апреля. На нефтепромысел вылетел борт санитарной авиации. На месте, когда вылетели медики, они приняли решение об эвакуации трех. Сотрудники были разных компаний, в том числе и ДПП «Лакоево», и сервисных компаний. Да, конечно, мы понимаем, что в каких условиях мы сейчас живем и работаем. Были приняты все меры, и медицинские работники находились в средствах индивидуальной защиты, и в противочемных костюмах, и в респираторах. Пилоты также были в средствах индивидуальной защиты и находились в кабине, не выходя оттуда до санобработки вертолета. Нулевой заболевший COVID-19 на Варандее – сотрудник подрядной транспортной организации. Главный вопрос – как он мог оказаться на нефтепромысле? Ведь уже в марте недропользователи продлили вахты сотрудников до мая. Как выяснилось, больной коронавирусом прибыл на Варандее 1 апреля из республики Коми. Сегодня много возникает вопросов, почему это там произошло. Хотелось бы обратить внимание, что с нефтяными компаниями предварительно развивалась серьезная работа по переносу перевахтовки. Но хотелось бы отметить, что непосредственно сами нефтяные компании к этому просто отнеслись серьезно и перевахтовку переносили с марта месяца. И подтверждают, что готовы сейчас перенести ее на июнь. Вопрос возник, то, что произошло именно на УПН Варандее – это когда изменилась подрядная организация, которая обслуживала нефтяную компанию, речь идет о транспортной компании. У них закончился контракт и заехал новый подрядчик. И вот возник этот вопрос именно в связи с этим. Так что я бы хотел обратить внимание, что меры принимаются, в принципе, и все переносят перевахтовку. Сейчас Минтрудом подготовлено постановление правительства, проект, который предусматривает два мероприятия. Это карантинные мероприятия, обсерваторы двухнедельные с тестированием до перевахтовки. И возможность продления перевахтовки с продлением, чтобы это не было противоречивающим трудовым кодексам на шесть месяцев. По информации представителя окружного управления Роспотребнадзора, тест-пробы на наличие вируса были взяты у 72-х человек. Это так называемые контактные лица первого круга, то есть те, кто непосредственно общался с госпитализированным в Ненецкую окружную больницу пациентом. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 28 человек. Сейчас они проходят амбулаторное лечение непосредственно на Варандее. Для этих целей расконсервированы два общежития. Одно используется в качестве обсерватора, второе – как лечебный корпус для размещения больных. Третье – общежитие, так называемая чистая зона. Нефтяной объект полностью закрыт на въезд и выезд, выставлен блокпост охраны. Мы предписанием полностью закрыли территорию поселка Варандее для выезда и въезда. На данный момент все передвижения на территорию поселка Варандее запрещены как для других каких-то лиц, так и для лиц из соседних месторождений. Ограничительные мероприятия по передвижению наложены не только на поселок Варандее, но и на Тобойское месторождение, на Мицейское месторождение, на Месторождение Перевозное, на Месторождение Мицей-1 и Мицей-2. Кроме того, главным государственным санитарным врачом по Ниницкому округу, руководству всех присутствующих на Варандее организации, выданы предписания и даны рекомендации по принятию мер профилактики и организации мероприятий по дезинфекции помещений. Алина Волучейская, Леонид Шишилов и Антон Водряков, Телеканал Север.